Всем нормально слышу? Раз, раз, раз. Да, отправляйте, подсказывайте, если слышим, будет не очень хорошо. Ну какие вы счастливые люди, а! Аминь, 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 аминь. Да, хорошо, у нас сестра Елена здесь с нами, слава Богу. Аллилуйя! Аллилуйя! Какое счастье, что мы дети Бога. Что мы в Его теле, мы можем по-настоящему наслаждаться, выйти из тюрьмы религии, быть на свободе. Это такое счастье. Друзья, как вспомнил, как я ревел, глядал и плакал все время. И думал, что я недостойный. Ты самый достойный во вселенной. Если ты еще этого не понял, тебе надо покаяться перед Богом. Избавиться от греха, потому что Он это сделал на кресте. Поверить в Его Слово. Родиться свыше. И осознать, что Он, одни приношения, сделал тебя навсегда самым совершенным, самым достойным. Мы приветствуем всех, кто смотрит нас также по интернету. И вы знаете, что большое количество, десятки тысяч людей смотрят каждую нашу проповедь. И Бог прославляется сегодня через это Слово. Потому что это Слово непридуманное. Оно из сердца. Оно от Господа. Оно прославляет только Иисуса Христа. Только Иисус. Только Иисус. Никто. Ничто человеческое. Мы не пропагандируем свою церковь. Мы не пропагандируем свои учения. Мы проповедуем только Иисуса Христа. И при том распятого. Потому что на кресте произошло уже все. И Иисус сказал, свершилось. Что свершилось? Он вернул тебя в Царство Божье. Он предоставил тебе лучше, чем Эдем. Удовольствие, изобилие, наслаждение. Если твоя жизнь во Христе еще не такая, тебе надо познать истину. Тебе надо познать благодать Его. Потому что без благодати ты не можешь ничего получить. И ты должен осознать, что на самом деле Он сам одним приношением уже все решил. Евреям 10 глава, с 10 стиха написано, что Он уже, уже сам осветил тебя. И в римлянам 8 главе, 27, 8, 9, 30, 31 стихи читайте. А кого предузнал, того и предопределил, да. Того и привел к себе и прославил уже. Уже прославил, вы можете понять. Бог уже нас прославил. Ну как это так? Я еще грешу. Я же еще живу не так. Я же, я же. Послушай. Римлянам 8, 6 говорит. Помышления плотские. То есть основанные на твоих пяти чувствах. Суть смерть. Ну я же должен быть честным. Я же должен правду говорить. Вот это и производит смерть. Если ты говоришь правду, основанную на своих чувствах плотских. Вы знаете, вот кто-то, может быть, знает значение слова мадианитяне. Кто знает? Я думаю, не только. Если у нас никто не знает, то вряд ли вообще кто-то может знать. Мы заморачивались. Да. Так вот вы знаете, мадианитяне, это, ну мадиан, в переводе как бы, значение духовное, это пять твоих чувств, страстей, похотей. Понимаешь? Так вот, мадианитяне и амаликитяне. Амаликитяне, это духовный смысл, плод человека. Постоянно досаждали Израилю. Они постоянно его превращали в рабов. И сегодня мы поговорим о них. Тебе интересно узнать, каким образом мы мадианитяне и амаликитяне превращали в рабов? Интересно кому-то? Интересно. Слава Богу. Бог дал мне это слово. Я его не где-то там вот. Я не у кого-то услышал его, это слово. Все Бог давал. И я хочу сказать вам. Мы в прошлый раз говорили о гиперблагодати. Потому что верующие все время думают, как только слово гиперблагодать, так это хуже матерка. Это все, это значит точно надо грешить, это надо беззаконником быть, это надо третье, пятое, десятое. Друзья, я в прошлый раз привел три местописания, где Писание Священное говорит именно о гиперблагодати. Потому что я тебе скажу, если ты не веришь в гиперблагодать Божью, то на самом деле ты вообще не веришь в благодать. На самом деле ты не имеешь откровения и свободы у Христиан. Павел проповедовал именно о гиперблагодати. Только он имел откровение о гиперблагодати. Именно о гиперблагодати Иисус говорил, вы еще не можете сейчас принять то, что я хочу вам сказать. Для вас это у вас крышу снесет. Но Дух Святой придет, научит, наставит и расскажет. Итак, гиперблагодать это не повод для всеназволенности. Это единственный шанс, единственный путь, единственная способность дать тебе сверхъестественные силы для абсолютно святой жизни во Христе Иисусе. Для жизни в наслаждении, в радости, без греха. Вот что такое гиперблагодать. По-другому ты не сможешь просто жить святой практически жизнью. Потому что закон ей дает силу греху. Закон для того, чтобы выявить тебе грех. Закон для того, чтобы грех, который в тебе глубоко сидит, он проявился. И поэтому, кто бы там не отстаивал закон, соблюдение его, соблюдение правил, знайте совершенно точно. Человек лукавен. Это просто лицемерие. На самом деле грехи у него тяжкие. Он просто их так вот затушировал. Ну вот как артисты некоторые в 80 лет делают себя 18-летними. Килограмма два, примерно сантиметр три. Свой такой, да? Я не осуждаю ни в коем разе. И тем более, слава богу, за женщин, за красивых, которые делают что-то. Это не мои дела. Я вообще все, молодцы, слава богу. Хотя все и так красивы. Я говорю о тех, кто лицемерит, выполняя закон, говорит, что он там, или он отстаивает, или кричит. А, если ты гиперблагодать проповедуешь, так значит ты к греху прыг. Нет. Нет, я вам зачитал местописание из священного писания. Аминь. Ну давайте вот пару мест быстро зачитаем. Первое. Ефесянам 2 глава, 6-7 стих. И воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, да объявить на ведущих веках преизобильное богатство в благодати своей, в благости к нам во Христе Иисусе. Ну и восьмой, девятый. Его благодатью вы спасены через веру. И синий не от вас, Божий дар, не одел, чтобы никто не хвалился. Благодатью и через веру. Благодатью и через веру дает Бог все. Только благодатью и через веру ничего Он не дает через твои усилия и твои дела. Даже самые лучшие, хорошие, добрые дела, которые ты делаешь по плоти, мерзкие в глазах Бога. Они мерзкие в глазах Бога. Они мерзкие в глазах Бога. Как-то добрые дела, мерзкие, да. Об этом говорит Писание. И мы об этом постоянно проповедуем. Пожалуйста, еще одно место Писания посмотрим. Рим, 5 глава, 20 стиха. Можно и 17 зачитать. Ибо если преступлением одного смерть царствовал посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и да праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Закон же пришел после. И таким образом умножилось преступление. Стоп, стоп. Каким образом умножилось преступление? Скажите мне. Люди перестали исполнять заповеди Божьи, да? Люди начали много грешить, так? Люди стали совсем злыми, так? Нет. Закон пришел. Закон пришел. Как только закон пришел, что умножилось? Что? Преступления умножились. Когда? Закон. Закон когда пришел. Умножились преступления. Понимаете? Функция закона была такая. Чтобы умножились преступления, а не чтобы святыми стали верующие. Чтобы умножились преступления. И что? Умножились преступления. А дальше что? А когда умножился грех, стал преодолимой благодатью. Оп. Вот. Вот что Бог делал специально. Чтобы вот нашу самоправедность, которая как запачканная одежда. чтобы нас натыкать носом, как нашкодивших котов и сказать, ну смотри, вот твои усилия к чему приводят. Пойми, ты ничего не можешь сам со своей греховной природой. Пока у тебя греховная природа. Все, что ты делаешь в жизни, даже добрая, это все мерзость. Но когда умножилось беззаконие, то что? Бог сидит, расстраивается, плачет. Что же делать с этим народом? Зря я закон им дал. Я думал, что закон вот дам, а не перестанут грешить. Нет. Он не сидит. Он все знает. Наперед. Слушайте. Он все знает. Наперед. Почему мы себя делаем больше Бога? Что? Призабиловала. А когда умножился грех, стала приозабиловать благодать. Призабиловать. Призабиловать. Гиперблагодать дал. Вот единственное оружие против беззакония, против греха, против преступлений. Гиперблагодать. Призабиловать стала благодать. Призабиловать благодать. Пришла гиперблагодать, чтобы уничтожить грех от преступления. Аминь. Аминь. Хорошо. Еще разные есть местописания, чтобы сэкономить время, я сам. 1 Тимофея 1.14. Благодать же Господа Иисуса Христа открылась во мне гиперобильно. С верой и любовью во Христе Иисусе. Вот где открылась благодать Господа, да? С верой и любовью во Христе Иисусе. Апостол Павел единственный, кто получил это откровение о гиперблагодати. И нам нужно осознать, насколько она сладостна, насколько она вкусна. Что? Вы скажете, ну ведь мы можем кого-то соблазить, кто-то же обязательно начнет использовать благодать. А тем более гиперблагодать, раз вы о ней говорите. Для того, чтобы совершать грехи, так можно грешить? Павел 4 раза ответил на этот вопрос. Иуда в 4 стихе конкретно говорит об этом. Ибо в крайне с некоторыми людьми издревле предназначены. Предназначены издревле к всему осуждению. Нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству. И отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Послушай, если ты думаешь, что гиперблагодать Божья приведет к преступлениям, тебе надо внимательно почитать и получить откровение из этого стиха. Кто ты и к чему ты предназначен? Может быть, ты вообще не рожден свыше еще, раз так рассуждаешь? Потому что если бы ты имел откровение о благодати, у тебя даже мысль не может возникнуть к тому, что благодать может вести к распутству. К тому, чтобы ты захотел грешить. Потому что благость Божья ведет к покаянию, а не к распутству. Благость Божья это единственная спасительная благодать, как говорит тип. Понимаете? Которая ведет как раз к святой жизни, а не к распутству. И что? Этот факт, если нас осуждают, что мы говорим о гиперблагодати, он приведет нас к тому, что мы закроем рот и замолчим, и не будем о ней говорить и наслаждаться благодатью? Нет. Нет, дорогие. Мы прошли путь тюрьмы и религии. Хватит. Мы на свободе. Мы хотим свободы. Нам свобода дороже. Аминь. Потому что благодать Господа Иисуса Христа, это самое сладкое, что может быть вообще в нашей жизни. Аминь, друзья. Аминь. Потому что если вы не проповедуете благодать Божью, а проповедуете исполнение закона, заставляете, обличаете людей постоянно в грехах, на служениях, все время говорите, а они смирены, а то, а сё, и только этому и учите, не проповедуя благодать Господа Иисуса Христа, то на самом деле вы отпали от благодати и нет вам пользы от Христа. Пожалуйста. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабству. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. И сразу следующее давайте посмотрим. Я на 1.14, а я на 1.16. И на сколько я начал? Сейчас. И слово стало плотью и обитало с нами, полно благодати и истины. И мы видели славу его, славу, как единородного отца. И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать. Слово стало плотью. Оно было полно благодати. Переполнено благодати. Оно было сплошной гиперблагодатью. Оно состояло из гиперблагодати. И от полноты и гиперблагодати все мы приняли. Гиперблагодать. Ты и есть гиперблагодать. Я от него получил это слово. Я не придумал, я и не прочитал. Ты гиперблагодать. Все, что ты есть, ты гиперблагодать. Не отказывайся от этого. Послушай, если ты все время ищешь баланс между благодатью и законом, ты должен понять, что это смерть. Анания и Сапфира, как на главе Деяниях, так и говорит. Анания это прообраз благодати. Сапфира это прообраз смерти. Ой, закона, простите. Вместе, вместе соединенные, производят смерть. Бойтесь. Исполнение закона. Бойтесь делать свои дела. Без водительства Господа. Христианство это не изнурительный труд. В служении Господу, как Марфа это делала, да? Она все делала, она так много делала, она так служила Господу. Она все убирала, пылесосила, стирала, гладила, стелила постель, готовила пирожки. С яблоками. Потом, правда, узнала, когда оказалось в Царстве Небесном, что Иисус не любил, как и с яблоками. Но это шутка, это я от себя уже сказал. И вы знаете, и она стала взывать к Иисусу, не к кому-нибудь, к Нему. Иисус, ну, это лентяйка, сидит у твоих ног. Ну, хоть чуть-чуть, пусть поможет, что сделать. Внимание, послужить тебе. Что отвлекало Марфу от Бога, от голоса Божьего, от слышания голоса Божьего? Служение Богу. Сегодня так много все служат. Так много стараются служить. Но если ты служишь не по голосу Божьему, то ты служишь для самоудовлетворения. Для угождения своей плоти. Нам же приятно получать комплименты, приятные слова. Да и сами, когда мы уже приучены. У нас образ мышления плотской, он такой. Чем больше штук я произвожу, тем мне приятнее. Удовлетворение. Да, когда я рыл там ямы в стройтряги. И бы вот, будучи подростком, круче всех больших здоровых мужиков и больше всех делал, такая гордость у меня была. Когда мы исполняем закон, это приятно. Когда мы узнаем новые знания все больше и больше, все буквы больше и больше, нам это приятно. Но мы знаем сегодня и примеры. Много примеров из Писания, когда верующие не знали. У них не было Библии, но они получали одно слово от Бога. И в веках прославили Господа и себя. Бог и поставил на свои высоты. Нам не надо заботиться о том, чтобы очень много служить Богу. Так что, не надо вообще служить Богу? Ты будешь служить во много раз больше, когда Он будет твоей жизнью. Когда Он будет жить через тебя христианской жизнью. Ты не можешь жить христианской жизнью. Послушай, никто не может жить христианской жизнью. Вообще невозможно жить христианской жизнью. Только один христианин был. Иисус Христос. Своими силами невозможно. Возможно только довериться Ему истине. Умереть. Как и положено. Умереть. И воскреснуть с Ним. И когда ты воскреснешь с Ним. Родишься свыше. То уже не я живу. Но Христос жизнь моя. Вот только Он и способен жить в настоящей христианской жизни. И если я имею это откровение, вполне понимаю, верю в это. То Он живет легко и просто. Мне не надо париться, мучиться. Пыжиться. Яблоня производит яблоки. Я ветка. Он лоза. Яблоки само собой выходят из меня. Не потому что я напрягаюсь больше всех веток. Корова не напрягается, чтобы масло выдавать или молоко. Это естественно ее предназначение. Свойства. Точно так же и с нами. Господь все делает. И от полноты Его все мы приняли. Мы уже приняли. В нас уже полная полнота Божества. Телесно. Мы точно такие же, как Иисус Христос. Нам надо смириться с этой мыслью. Нам надо истреблять Windows 1. Нам надо поверить Windows 10. Нам надо перестать смотреть на мир по плоти. На себя по плоти. Сейчас мы скоро перейдем к этим мадяньятянам, амаликитянам. Которые являются как раз прообразом этого. Итак, вся полнота в нас. И вот церковь, Ефесянам 1.23, как раз и говорит о том, что она полнота, наполняющего все, во всем. Не сказано, вот Петя или Маша, или брат Юрий, или сестра Елена, вот этого не будут иметь. Нет. Все. Во всем. Мы вообще должны иметь взгляд Божий. Думать о горнем. Мы должны иметь мечты великие. Намного больше, чем это возможно для человека. Если ты имеешь мечту на уровне своего высшего, но представления человеческого, то это твое человеческое представление. Ты должен понять, что это твое человеческое представление. И Бог не будет тебе помогать реализовывать эту мечту. Ты должен эту мечту иметь во много раз больше, чем возможно для человека. И вот это точно будет Божья мечта, а не твоя. И вот эту мечту Бог жаждет реализовать через тебя. Он сам это сделает, не ты. А ты что должен делать? Ну, конечно, пребывать в Его покое, в абсолютной уверенности, Его твердой завершенности, искупительного труда Иисуса Христа на кресте, в Его гиперблагодать. Только Он может все это совершить. Аминь. Аминь. Слава Богу! Скажи, Слава Богу! Слава Богу! Скажи, Соседу! Мы самые счастливые люди на земле. Аллилуйя. И 1 Петра 1, 13. Посему, возлюбленные, припоедав светлого ума вашего, бодустоя, совершенно уповательно подаваем вам благодать к объявлению Иисуса Христа. Все. Совершенно уповательно подаваем вам благодать к объявлению Иисуса Христа. Но при этом старайтесь соблюдать все заправеди Божьи. Старайтесь не крешить. Помните, на Бога надейся, но верблюда привязывай. Бог помогает тем, кто сам себе помогает. Сначала человек должен сделать сам все, что может. А потом уже Бог включит свою скорость. Какие еще лжеучения вы слышали? Покайтесь с них, отрекитесь, выбросьте из своей головы. Богу не нужны ваши усилия, ваш ум, ваша самоправедность не нужна ни в каком виде. Это все бесовские учения. Надо осознать, Бог не благословляет наши планы. Есть только два мнения. Его правильное и мое плотское, абсолютно тупое. Всякий человек лжив. Только Христос. Только Христос. Все время взгляд на Нем. Римлянам первая глава и говорит об этом. Посмотрим. Шестнадцатый, семнадцатый стих. И двадцать восьмой. Ибо я не стыжусь благословения Христова, потому что оно из силы Божьей ко спасению всякому верующему. Во-первых, Иудею, потом и Елену. В нем открывается правда Божия от веры в веру. Как написано, праведный верой жив будет. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предалось Бог превратному делу непотребства. Да? Не заботились. Вот о чем мы должны постоянно помнить. Постоянно. Иметь Бога в разуме. Бога. Если вы уже дети Божьи, ищите корнево. Там, где Христос сидит, одеснуй Бога. Ой, у меня нога болит. Ой, рука у меня болит. Ой, а у меня вот надо завтра долги. А вот и все время. Сатане важно только одно. Убрать твой взгляд с Иисуса Христа. На что угодно. На что угодно. Концентрировать его на всех грехах, в твоих промахах, в икрутасах, проблемах. Бог, пойми, мы же все пробовали исполнять заповеди все. Мы все пробовали. Мы все пытались быть лучше намного, чем мы есть. Так же? Мы все пытались много служить. Мы все много что пытались. Мы бегали, как белка в колесе. Мы служили так же, как Марфа. Но Иисус не сказал, конечно, Марфа, ты права. На самом деле, вот Мария, она ладыреватая такая. Вот ты стараешься. Ты действительно служишь мне. Вот я вижу. Вот ты гордость моя. Вот как мне радостно, что ты так много служишь. А Мария, она вот тусилась у моих ног. Ну, конечно, и это надо. Ну, и это, и то, что Марфа надо. То есть, и слушать надо успевать Богу. А не только вот сидеть у моих ног и слушать. Но если бы, и вы помните, я это говорю. Если бы, ну для тех, кто вот смотрит нас, повторюсь. Если бы Иисус попросил, например, стакан воды попить. В Израиле же жарко. Мария, она в это время пылесосила. Скорее всего, не услышала бы. Желание Бога, голос Божий. А Мария, Марфа, извините. Но Мария здесь же вскочила бы и побежала бы за стаканом воды. Так же? Кто с этим согласен? Помашите рукой. Да? Да, друзья? Итак, христианство, это не изнурительный труд. Это духовный покой. Только когда ты находишься в покое, ты можешь услышать голос Божий. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Не написано, читая Писание, будет жить человек. Изучая Библию наизусть стихи, помня больше всех. Кто больше всех изучит, тот будет жить. Нет. Нет. Всяким словом, вера от чтения, от знания Библии наизусть. Нет. От слышания голоса Божьего. Слышите? От слышания Слова Божьего. Мы сейчас должны быть вводимы Духом Святым. Только те, кто вводимы Духом Святым, суть Сыны Божьи. Есть люди, которые наизусть знают целые Евангелия. Они даже не рождены свыше. В Европе многих пасторов принимают на работу в церкви те, кто не рождены свыше. Вы понимаете это или нет? Они не рождены свыше. Их принимают пастора. И они работают, служат нормально. Все, работают. Не хуже Марфы. Все стараются делать как следует. Деньги неплохие, поэтому какие проблемы. Пойми, дорогой брат и сестра, если ты не стремишься познать благодать Божью, ты обречен не слышать голос Божий. Обречен не слышать голос Божий. Не быть вводимым Духом Святым. Пока ты не войдешь в Его покой, ты не можешь слышать голос Божий. Нет, ну конечно каким-то образом раз, два или три там вот, ну, как Марфа, она один раз за два дня. Иисус! А тот ей отвечает, ответил. Ну как он ответил? Винни сказал, молодец, Марфа, что трудишься. Нет, Марфа, ты ничего не поняла. А Мария избрала благую часть. И это будет прославлено в веках. Благую часть. Может быть нехорошо, моя супруга не самая вот шустрая в труде. Это у меня сейчас жена моего сына старшего. Она с утра стоит, уже наготовила десять блюд. Каких только нет на все руки. Когда что успевает. Это супер, все так вкусно. И все время приходится бороться с искушением. Быстро не потолстеть. Но вы знаете, она мне всегда напоминает Марии. И я вижу, как Бог прославляется через меня. Кто напоминает? Жена, конечно. То есть, ну, Наташа. Понимаешь, по плоти меня иногда колбасит. Оттого, что она какие-то там вещи не делает. Ну, я же читаю слово. Надо любить жену. Носить на руках. Надо, чтобы не было препятствий болитве. Потому что я много раз видел. Как только я начинаю на чем-то настаивать, она скажет, нет. Все, лучше не связываться. Железно выйдет по ее, не по-моему. Понимаете? Христианство еще раз неизнурительный труд. Вам не надо служить очень много. Вам надо это духовный покой. Пребывать в покое. и делать только те вещи, которые скажет Бог. Вот тогда вы принесете во много раз больше плода. Без меня не можете делать ничего. Надо осознать, что всего лишь один стакан воды, который бы Иисус попросил Марию принести, гораздо дороже, чем все, что делала Марфа. Служа Богу. Итак, что мешало ей слышать голос Божий? Служение Богу. Приехали. Так что, не надо служить Богу? Это же самое лучшее. Мы же не можем не служить Богу. Мы так или иначе все равно все стараемся служить Богу. Вопрос состоит в одном. Когда это Он делает через нас по благодати своей, мы находимся в покое, плод будет во много раз больше. Аминь. Я помню, как я насильно всех приводил к Господу. И Бог все равно и это использовал. И прославлялся через это. Но когда Божья благодать работает одной девушке, я говорю, слушай, вот Иисус Христос и так далее. Он говорит, ну сколько ты еще будешь, все, когда каяться будем. Я говорю, погоди, я тебе еще не все рассказал. Нам так хочется все рассказать. вы такие умные, но Бог по благодати только может спасти человека, мы должны ему доверять. Аминь. Аминь. Итак, мы переходим наконец к теме проповеди. Гедеон, а, Гедеон, книга судей, шестая глава с первого стиха. Удивительная история. И пока сейчас сестра Лена открывает. Друзья, вот мы прочитали последнее. Совершенно уповайте на подаваемую вам благодать. На благодать кто как ни Петр мог познать благодать Божью. Послушайте, это ж вообще был плотской, дерганый, нервный, психованный, капризный. Выскочка, хвостун, как только можно не назвать его. Предатель. Убийца отрубил ух этому малку. Три раза предал Христа. Даже если все они предадут, я тебе не предам. И что только он не творил. Но посмотрите на Христа, на его благодать. Я удивляюсь ему, как он любил Иуду, когда избирал и отдал ему ящик со всеми своими деньгами. Кто из вас доверит, что вы знаете точно, что этот человек вор конченый, нечестивый. И вы ему все доверили. Все документы, регистрационные на него квартиру переписали и так далее. Иисус так его любил. А Петр, вот он на глазах творил все эти беззакония. Безобразие полное, что он творил. Послушайте, сколько прошло времени. Дни, дни. Иисус его назначил кем? Столбом церкви. Главным апостолом. Вы только вдумайтесь, какую любовь дал нам Бог. Какую благодать он на нас изливает. Без всяких условий. Кому? Петру доверят. Да ему вообще ничего доверят. С ним даже руки не предал три раза Христа. Убийца отрубил только что. А он берет и ставит его главным апостолом. Но почему? Почему мы не можем понять его благодать? Почему нам так тяжело ее принять? Нам так охота закон. И вот прежде чем мы начнем читать хорошо давайте проверим. Сыны Израиля стали опять делать злой педачами Господа. И предал Господь в руки мадянитян на семь лет. Тяжела была рука мадянитян над Израилем. И сыны Израиля сделал себе мадянитян ущелья в горах и пещеры и укрепления. Когда посеет Израиль придут мадянитяне и амадянитяне и жители Востока и ходят у них. И стоят в них шатрами и истребляют произведения земли до самой газы. И не истребляют для пропитания Израиля ни овцы ни вола ни осла. И они приходили со скотом своим и шатрами своими. Приходили в таком множестве как саранча. Им и верблюдам их не было числа. И ходили по земле Израилевой чтобы обглажать ее. Погодите сестра Елена. А вы представляете вы Израиль вот ваша земля ваши поля ваши дома и приходит кто-то ведет себя нагло вызывающе не ослабивала тебе посел пшеницу только что огурцы выросли у нас колорадский жут нападет и то уже возмущаемся а тут вот все приходят и в наглую да еще из домов выгоняют и все по пещерам прячемся представляете в каком состоянии был Израиль да пожалуйста и весьма обнищал Израиль от мадьян и возопили сына Израиль во Господу и когда возопили сына Израиль в Господу на мадьян послал Господь пророка к сынам Израил и сказал им так говорит Господь Бог Израилев я вывел вас из Египта вывел вас из дома рабства избавил вас от других Египтян и из других всех угнетавших вас прогнал их от вас и дал вам землю их и сказал вам я Господь Бог ваш не чтите богов Амарийских в земле которых вы живете но вы не послушали глаза моего и пришел ангел Господень и сел вовле под дугом принадлежащим Иоасу потоку Ариезерву Сын его Денион Бакалас пшеницу точили чтобы скрыться от маньянитян достаточно пока итак друзья рекомендую почитать эту книгу я такое благословение получил на несколько раз прочитал эти стихи и Бог многое чего открывал конечно это не хватит на несколько проповедей времени чтобы раскрыть все что Бог открыл но какими-то вещами я поделюсь мы смотрим на историю Израиля и понимаем простую вещь Бог совершил массу чудес по своей благодати взял вывел из Египта совершив 10 потрясающих казней Бог просто вынудил этих египтян дойти до такого состояния в том числе этому фараону да что все отдали на все согласились и Бог еще и им сказал зайдите к соседям заберите все ценное что у них есть бриллианты золото серебро все что вы считаете нужным они вам все отдадут теперь они зашли забрали и в писании очень хорошее интересное слово даже даже в синодальном переводе обобрали египтян обобрали что значит обобрали да до нитки да и вы знаете что современный египет подавал официальный иск к иерусалиму на 12 триллионов долларов предъявляя претензию за то что в свое время Бог заставил египтиан отдать как бы незаконно как они считают все это богатство насчет того что богатство нечестивых перейдет праведникам мы не должны вообще ни в чем нуждаться это не говорит о том что мы сразу все должны иметь миллионы долларов не сразу написано конкретно мы все имеем потребное для жизни и благочестия ну как через познание призвавшего нас святости и благости благодати пока я не познаю не познаю благодати упираюсь в законе я вообще не способен но бог движет мы можем это наше право противостоять этому лжецу креветнику грабителю вору и сказать северу отдай всем раз назад это мое это мне принадлежит я в царстве божьем это мой отец он самый главный олигарх я должен иметь все богатства я не должен их выпрашивать зарабатывать своими силами но только ты мой источник аминь аминь итак израиль получил колоссальную благодать господь вел их сам вы знаете облако двигается пошли по водительству ночью огненный столб для чего еще и грел вдобавок и водил и защищал от зверей и давал свет еще много чего бог обо всем заботился одежда не ветшала каждый день манна постоянно и чего только не было израиль жил просто в сплошной благодати супер насколько бог заботился до тех пор пока израиль не обнаглел не сделал себе тельца не закричал а ты бог нас привел сюда в пустыню чтобы отрубили головы детей наших взяли в рабы а жен в наложницы пока израиль в три миллиона не начал реветь и орать наш бог злой вот этого бог не любит я тебе прямо говорю никогда не думай плохо о Боге он не искушает нас зло но каждый искушается своей похотью и вот мадианитя они как я и напоминаю это прообраз наших пяти чувств плотских наших страстей сложное слово да Елена тоже его сложит как и я говорю ну как-нибудь сокращаем из трех слов и так мы помним все время когда здесь будет говориться мадианитя это говорится о наших чувствах друзья о наших чувствах понятно да это говорится о нас не обращайте внимания туда иначе вы потеряете поэтому не потеряйте нить рассуждений посмотрите что происходило Израиль имел все абсолютно все но я по себе помню когда у меня стало денег слишком много я перестал их считать и меня потянуло на разные ну выкрутасы прибамбасы всего хочется попробовать в этой жизни когда уже все имеешь и ты не христианин еще не рожденный слышишь всего же хочется попробовать но мы же крутые но крутые же в конце концов и поэтому всего и когда начинаешь пробовать то с ума сходишь и вот так вот ты доходишь до бесчувственности вот как там написано Елена читала в римлянах Бога в разуме уже вообще нет и ты уже что угодно творишь тебе могут в голову прийти любые вещи понимаете это страшно когда люди не имеют в мозгах Христа и вы можете сегодня видеть это в мире чем только не занимаются уже уже в некоторых штатах Америки конкретно вот сейчас пишут там просят чтобы голосовали чтобы проголосовали за сопрещение то есть сейчас принимаются уже реальные конкретные законодательные акты даже в таких бывших по-настоящему христианских странах которые в которых конституция на 10 заповедях да от которых больше всего миссионеров было страшные законы где уже узаконен инцест детей здесь нет то есть мама с сынком там папа с дочкой и так далее и куча всего братик с сестренкой и прочее прочее любые виды это же в Голландии 65 вариантов вот твоей гендерной принадлежности я даже десяти не насчитаю даже не знаю не читал ни разу они уже придумали вот что такое не иметь Бога в разуме до бесчувственности до безумия дошли просто страшно смотреть на все это я мог приводить много примеров когда в квартире к одному это реальный факт к которому я служил его брат родной живет у него на двери висит морда дьявола открывает дверь к нему вот сестра заходит наша сестра она говорит заходишь у порога лежит ковер с мордой дьявола подбегает собака да весь наколка дьявола висит шапка с рогами дьявола подбегает собака и он ее спрашивает как думаешь как зовут она дьявол ну конечно и вот у них у обоих у этого брата и у ее мужа в 20 лет едет за рулем автомобиля ничего не подозревая абсолютно здоровый человек вдруг начинает что-то происходить с ним и его ноги вот как в этих фильмах сверхъестественных ужасников показывают его ноги начинают резко-резко расходиться в коленях не просто там немножко а очень сильно и он вот буквально как утка становится калекой все садится сразу здесь же на коляску по жизни проклятие срабатывает она никуда не делась я мог еще много там приводить примеров но время быстро идет смотрим дальше и так вот он израиль как только много благодати все имеет получает от господа так начинает тянуть на приключения интересно что еще а вот а вот у этих мадианитян девчонки посмотри какие надо бы как-то мы же мы же мы же цари понимаешь и вперед его взгляд туда ушел туда женится на ком попало что бог запрещал в итоге другим понятно как одного из судей Самсона сильнейший одной челюстью тысяча человек и прочее прочее нет все нашел седвую любовницу хотя судья это высший чин в государстве божьем народе вы можете представить он высший чин и берет себе любовницу из вражеского народа и вот переспит лежит делать уже нечего она его под настроение под хорошее ну ты расскажи в чем твои силы и все ну расскажи что ты ну я не знаю умный же человек судья но что делать с человеком грех совсем обезумел ну должен же понять что это явно разведчицу подсылают любая разведка мира этим занимается нет он ей сначала шутил шутил потом взял выдал секрет она его все обрезала голову и все и все и приехали позор позор на всю жизнь начинается неизвестно что какие-то страсти похоти почему то потому что я не могу исполнить закон не могу вынужден лицемерить аминь аллилуйя братья сестры да конечно я не куру не пью чего там жеру каждый день не пью но но по ночам не могу не играть под компьютер отвлечься или или там ну какие угодно грехи сами можете вспомнить или подумать или знаете и прочее прочее и мы сегодня видим даже среди самых великих служителей божьей сколько падений страшных падений вот одно из них которое было тысячи церквей по миру сто тысяч своей церкви да шесть телекомпаний чего только нет на 15 лет за изнасилование христианок в тюрьме великий служитель современности почему да потому что не знаю благодать божью не получили откровения потому что живут в законе в тюрьме великий и так надо понять только Христос в разуме только на Христа на его совершенный искупительный труд только пребывание в покое даст тебе возможность быть Вадимым Духом Святым слышать голос Божий наслаждаться жизнью сейчас уже в этом мире только один вариант услышать слышать слышать голос Божий всяким словом исходящим из уст Божьих не из Библии как не из Библии она разве не Богодух конечно Богодухновен конечно больше всего ты услышишь голос Божий именно читая Библию именно поэтому ее надо читать постоянно и самое лучшее самое вкусное читать Библию самое драгоценное и каждую минуту надо читать Библию чтобы услышать голос Божий ну вот я Библию как-то не могу читать как-то она мне не идет и вообще она сборник книг это же не Слово Божье а вот я все слушаю голос вот мне Дух все время говорит он мне руководит послушай Дух Святой который есть автор и вдохновитель Священного Писания он не будет тебе противоречить сам себе то что он побудил людей Божьих совершенно любовь изгоняет страх то что он вел людей Божьих к написанию Священного Писания Бога Духновенного он не будет противоречить если что-то противоречит Священного Писания извини дорогой поэтому все время только Христос только Христос но поскольку они не имели Бога в разуме вот они мадианитяне поддались своим плотским чувствам страстям и похотям в результате мадианитяне привели их в рабство но кто позволил это сделать Бог на 7 лет он ждал но когда божий народ закричал закричал возопил можете представить что такое возопил где наши рога наш рог у нас кто-нибудь может возопить в рог нет по-моему брат вон там у нас может нет кто-то может попробовать возопить слава Богу это здорово вот Бог специально прислал сестру нам сегодня на служение для того чтобы она возопила мы еще используем это жаль что у нас нет кувшина и таза бить стекло здесь чтобы потом наши сестры разбирали да а так бы вообще эффект получился ну и уж для полной важности еще и факел здесь зажечь бы и так вот все возопили возопили и так Бог ждет когда мы возопим не когда мы исполняем свои прихоти похоти желания да и вдруг что-то не получается у нас о Бог что-то не получается ну-ка давай помогай палочка выручалочка давай сюда Джим иди помоги нет нет если все а суета пока ты не будешь пребывать в покое в его воле слушать его голос вадимым быть духом его все остальное бессмысленно и глупо будет вот тот же результат что вот с этими израильтянами тобой владеют мадянитяне ты в рабстве у них у тебя нет вариантов сколько бы ты не старался они старались исполнять заповедь да они старались они старались ну что результат такой был плохой ужасный почему да потому что их страсти их похоти вот эти мадянитяне смогли их в рабство свое ввести не поддавайся никаким похотям мы уже умерли для них мы не должны быть в рабстве греха мы не должны быть в рабстве у своих чувств мы не должны быть дробами манять нитям ну вот этих вот как но когда бог обратится к тебе когда ты возобьешь возобьешь поймешь все мои силы закончились и я больше так жить не могу понимаешь и тогда как падшие да иди и больше не греши я даю тебе благодать и она больше не грешила она отдала свой инструмент эта женщина падшая и он ее не осуждал он сам пришел и дал эту благодать ей он не бросил камень по закону он обязан был исполнять закон но не исполнял он больше закона он выше закона и суд закона это Божья любовь и благодать благодать пришла через Иисуса Христа а закон через Моисея и так как только ты по настоящему возобьешь Бог немедленно ответит по настоящему не сутками будешь просто вопить к нему ради того чтобы Он помог тебе твои планы исполнить а по настоящему возобьешь то есть умрешь для себя войдешь в покой Божий осознаешь что Он все совершил что Я своими силами ничего не могу ничего только Христос только Его благодать через веру которую Он ждал не от дел моих не от дел чтобы никто не гордился и здесь как раз об этом тоже говорится и так смотрим дальше как только то есть в тяжелейшем состоянии уже все ограбили полностью отобрали все что можно и жен отобрали и детей в рабы заставили где-то прятаться в пещерах уже жизни вообще нет сколько бы ни садили чего сколько бы не выращивали скот ни вола ни осла ничего не оставили все жить просто невозможно уже почти смерть вот так как я рассказывал про эту падшую женщину когда дошла уже до такое состояние что понимала что сейчас только смерть сейчас начну бить камнями вот только тогда мы по-настоящему можем принять Христа Его благодать и успокоиться в Его завершенной работой войти в Его покой а не просто прочитать молитву покаяния ходить в церковь делать умный вид заучивать и стараться исполнять заповеди что там еще каждый день молиться поститься и прочее прочее все возобили заорали Господу и когда возобили сыны Израилев Господу на что и просто возобили наманять дитям то есть на то что на свой плод в конце концов ты плод ты замолчи да я тебе сейчас пойду все на сутки в пост а ты еще не слушаешься все пойду сейчас водой оболью холодной на снегу на снег поставить и так далее и ты начинаешь разбираться свои плоди по полной программе послал Господь пророка к сынам Израиля и сказал им так говорит Господь я вывел вас из рабства вывел из дома как быстро время идет а другие египтян угнетавший вас прогнал их от вас и дал вам землю и сказал ну и так далее а вы все равно чтите других богов вы не слушаетесь меня я посылал вам разных моих пророков вы и поубивали всех пришел но как только ты по-настоящему его запьешь никогда никогда не сомневайся он точно придет он точно придет но это я для всех говорю но вы то знаете что он уже в нас но мы разбираем историю здесь и поскольку Ветхий Завет для нас про образы пришел ангел Господник сел вов и под дубом принадлежащему Асу потом поавизировал сын его Гидеон выковачил тогда пшеницу вточили чтобы скрыться от мони дитя пожалуйста дальше и явился Ангел Господень и сказал ему Господь с тобой муж сильный Гидеон сказал ему Господин мой если Господь с нами то отчего постиг нас все это и где все чудеса его о которых рассказывали нам отцы наши говорят из Египта привел нас Господь ныне оставил нас Господь и предал нас в руки магианитян Господь воззрел на него сказал иди с этой силой твоей и спаси Израиля от других магианитян я посылаю тебя Гидеон сказал ему Господи как спасу я Израиля вот и племя моё в колене монастин самое бедное и я в доме отца моего младшей и сказал и сказал ему Господь я буду с тобою и ты подозрись манитян как одного человека Гидеон сказал ему если я обрел благодать предачами твоими то сделай мне знамение что ты говоришь со мною не уходя отсюда доколе я не приду к тебе и не принесу дара моего и не предложу тебе и не предложу тебе он сказал я останусь до возвращения твоего остановись пока Лена потому что мы мало еще успеем у нас немного времени осталось да хотя бы эти вещи сейчас разберем потому что все равно я планировал может быть два или три служения и так вот смотрим явился к нему ангел господин да и сказал ему Господь с тобою муж сильный скажите кто это был Иисус Христос это было явление Иисуса Христа понимаете явление Иисуса Христа в образе этого ангела сейчас не буду пояснять доказывать это но это совершенно точно потому что Бог есть Дух а здесь было конкретное воплощение Иисуса Христа и имя Господь да явился ему а ангел Господь сказал ему Господь с тобою муж сильный вот это муж сильный муж сильный бы воевал там с этими мадионитянами да а он спрятался в пещере и потихоньку себе там вточили пищу готовил да прятался от них вот и понятно что у него такое в некоторых переводах сомнение в том что он муж сильный какая реакция ему сразу Гидеон сказал ему господин мой ты тут говоришь муж сильный вот Господь с тобою какой Господь где Господь со мною так представляем себя как мы реагируем на многие вещи это при том что к нему Господь только пришел а мы родены свыше и у нас он живет но мышление еще у нас часто Windows 1 нам надо от него избавляться Господь ему говорит Господь с тобой муж сильный кому обычному человеку говорит куда его посылают не просто куда там возглавить войско вообще против много во много раз большего количества врагов которые в Италии постоянно издевались которые вооружены зубов намного больше чем израильтяне более способны к войне к оружию но Бог говорит ему муж сильный все вот так смотрит Бог его взгляд видос 10 он говорит муж сильный ты муж сильный ты не слабый но у нас так сразу ой ай любая проблема случилась нам сразу страшно становится ужасно да ну где же я целюсь а вдруг я не пойду к врачам в этот раз а вдруг опухоль рыстит я умру все это вдруг будет рак а если операцию вовремя не сделаю то все то ах а еще хочется пожить конечно там хорошо как Павел говорит что там не сравненно лучше но все таки на Бога надейся а сам не плашай а верблюда привязывай ну если Господь с нами то отчего постиг у нас все это над нами издеваются Бог ты куда делся ты где вообще ты что не слышишь нас ты что почему ты вообще не исцеляешь меня почему ты не решаешь мои проблемы финансовые почему ты не избавляешь меня от этих соседей таких сяких почему Бог ты где почему ты не действуешь вообще в моей жизни это полное безобразие я в тебя верю я каждый день пощусь молюсь я там я я опять я я а он говорит маденитяне мешают тебе хватит в страстях похоти хватит жить на основании своей плоти здесь дальше будут амаликитяне еще амаликитяне это конкретно плоти понимаете вот отчего нам вот наши враги против кого надо восстать надо перестать смотреть плотским мышлением на все надо избавиться от этого мышления windows 1 это и есть покаяние изменение мышления отчего нас постигло почему у нас все плохо и где все чудеса его господи где все чудеса о которых рассказывали нам отцы наших говорят из Египта вывел нас господь где эти чудеса вот для них ты чудеса творил а где для нас это чудеса покажи они тоже возопили уже невозможно стало господь пришел и чудеса сотворил вот вы сейчас возопили и вот видишь я сразу явился когда вы уже до ручки дошли когда уже все куда вас еще бить то места же живого нет на голове говорят из Египта вывел нас господь ныне оставил нас господь и предал нас в руки мадионитя мадионитя то есть Гидеон видит сверхъестественного человека си под дубом говорит ему конкретно непросто да он видит видимо что он ангел скорее всего хоть и во плечи человека да говорит господь с тобой он муж сильный я думаю там наверное и голос такой что ну можно поверить что там как минимум ангел но все равно он ордачится противится и говорит ему да где же эти чудеса где тогда что ты вообще не действуешь ты забыл нас ныне оставил нас господь предал нас в руки младенитян так Бог же и говорит перестань мыслить по плоти перестань поддаваться своим чувствам перестань смотри на Христа войди в покой божий остановись наконец господь господь возрев на него после того как деда он ему эти претензии выразил сказал иди он не стал его упрекать слышите не стал ему говорить ах ты такой грешник вы же постоянно поддаетесь там вы только служите тому всему 3 5 10 он берет если уж он решил если ты услышал голос божий исполняй не сомневайся не колеблись но тем не менее помни Бог Иисус Христос есть сама гиперблагодать поэтому если ты сомневаешься задай вопрос ничего страшного ну не всю жизнь только когда-то надо в этом плане господь возрев на него он сказал иди с этой силы твоей и спаси Израиля от руки мальянитян я посылаю тебя ну помните историю с Моисеем когда он клуб горячий стоял то же самое повторяется мы все время не верим сюда в себя Бог верит нас во много раз больше слышишь именно поэтому верою мы верою должны жить верою вот пастору Супаку задали вопрос я посылал в WhatsApp такую как раз выдержку из его служения где он служил тысячи пасторов епископ ректоры богословских университетов и один ректор богословского университета он же доктор богословия задобьет ему вопрос и говорит пастор я вот третий день слушаю ваши проповеди ваше служение это в Гонконге было можете посмотреть лично и я слушаю ваши проповеди вы все время как-то так легко с грехом расправляетесь вы так легко к греху относитесь и к спасению спасение это очень сложный вопрос очень сложный и даже Мартин Лютер говорил что это очень сложный вопрос на что ему пастор сказал да конечно сложный это очень сложный вопрос а вы думаете когда Иисус сказал Лазарю я уж не помню точно но смысл придаю на четвертые сутки когда он весь вонял уже Лазарь выйди вон это можно понять это можно понять человеку не это очень сложно а когда он сказал пойди вон у этой рыбы первую которую поймаешь рот открой там денег море тебе будет состояние целое на это легко понять нет конечно сложно это понять а когда он шел по воде и Петру сказал еще иди по воде Петр пошел по воде это можно понять человеку своим умом нет невозможно это понять невозможно когда ты размышляешь своим разумом невозможно Но если ты веришь, то тогда все легко. Легко и спасение, и легко все. Потому что для него нет ничего невозможного. Поэтому верь, перестань размышлять все время и доказывать себе умственным образом какие-то вещи по благодати. Только верь ему, только верой. Вот когда верой, тогда все легко. Если Бог сказал, значит так и есть. И никаких вариантов. Только так. И никаких вариантов. Аминь? Аминь. Поэтому Иисус сказал, Господь сказал Гидеону. Иди и спаси Израиля от рукима детям. Все. Перестань быть рабом своих чувств. Рабом каких-то запинающих грехов. Мы умерли. Умерли для них. Умерли для них. Если тебе хочется раздражаться. Или у тебя есть неприязнь к какому-то брату или сестре. Или тебе хочется что-то солгать и прочее. Сразу здесь же лови себя за руку. И помни, что в тебе гиперблагодать, которая есть могущественная сила для того, чтобы остановиться и не делать этого. Слышишь? Тебе не надо все время концентрироваться в свой взгляд на заповедях Божьих, чтобы стараться их исполнить. Ты их не можешь исполнить. Но когда ты веришь, что Он совершил все, и в тебе обилие благодати, ты будешь царствовать посредством единого Господа Иисуса Христа всегда. Потому что в тебе вся сила Божества телесна. Ты всегда сможешь преодолеть любой грех. Всегда. Запомни это. Иди с этой силой Твоею и спаси Израиля. Себя. Себя. От руки и малий детям. То есть от своих плотских чувств, похотей, от своих грехов. Даже из тебя запинающий грех. Потому что я посылаю тебя. Не ты своими усилиями, своим старанием исполнять заповеди. У тебя одна заповедь. Любви. Ты никому ничего не должен, кроме взаимной любви. Но любовь ты должен. Но не должен. Я должен. Я буду сейчас стараться любить. Я смогу. Нет. Ты захочешь это делать, когда осознаешь, какая великая благодать. Если он такого, как Иуда, так напил. Если он такого, как Петра, поставил главным столбом церкви. Если он эту проститутку простил. А я-то тоже. Я не лучше же их. Если ты думаешь, что ты лучше их. С греховной природой. Все. Еще не возопил. Еще не понял, что такое благодать Божья. Итак. Все. Иди. Я посылаю тебя. И он сказал. Господи. Как спасу я Израиля? Вот и племя мое. В колене монастином самое бедное. Что его благодать и достаточно для избавления от всего. Да. Что нужно войти в покой Божий. Довериться Христу. Он теперь отвечает за твою жизнь. Но нет же. У нас опять плотское мышление. Господи. Да. Как спасу я Израиля? Вот и племя мое. В колене монастином самое бедное. Опять я же. Я же. Вы же помните, да? И Саул так же говорил. Там с племеней и Винями. И так далее и так подобное. И каждый. Мы все время снова смотрим на себя. Не смотрим снова на Господа. Да. В колене монастином самое бедное. И я в доме отца моего. Самый младший. Да. И были мы. Да. Земля обетованная супер. Молоко и мед. Все очень круто там. Одна проблема. Сыны инаковые там. Великорослые. И мы у них были в глазах. Как саранча. Да и в своих глазах. Мы стали как саранча. И так вот он образ мышления. Если он у тебя плотской. Ты и в своих глазах сам станешь как саранча. Ничего не могущий. Неуверенный в Господе. Сомневающийся. Колеблющийся. Ах. Три дня же уже прошло. А у меня исцеление же не наступило. Значит, наверное, молитва слабая. Значит, наверное, нужно искать помазанника более серьезного. Значит, наверное, как-то я не так молился. Значит, нужно сходить на такую. Вот там прыгает, бегает. Вот там. Вот там. Вот виртуоз поиграет на скрипке. Вот туда надо. Вот. Вот. Нет. Это церковь не такая. Этот пастор не такая. И поехали. И так далее. Послушай. Проклят человек, который надеется на человека. И плоть свою делает опорой. Вот чему это приводит. Доверься Богу. Войди в его покой. Доверься ему. Успокойся в нем. Он точно знает. Как только ты забудешь о своей проблеме. И переведешь от себя взгляд на Христа. Войдешь в его покой. Будешь наслаждаться и прославлять его за то, что он совершил. Все на кресте для тебя. Будешь уверен в том, что те, кто приемлет дар праведности. Не свои усилия, старания и заслугу угодить Богу, чтобы своими делами. И вот я, Господи, заслужил. Теперь давай. По делам. Ты же по делам будешь. Давай. Я больше постился. Я все заповеди исполняю. Я больше всех молюсь. Я больше всех служу. Нет. Нет. По благодати. Я тебя посылаю. Я спасу Израиль. Я тебе поручаю с моей силой освободись от запинающих грехов. От этих всех. Все. Мы умерли для греха. Мы не должны быть больше рабами. Когда мы были рабами греху, мы не могли делать дела праведные. Но теперь вы стали рабами праведности. Рабами вы не можете злые дела делать. Но я же грешу. Только потому, что еще мы не поменяли Windows 1 и Windows 10. Еще верим, что мы можем грешить. Иисус никогда, никогда не думал о грехе. Не верил в то, что он может грешить. И никогда не согрешил. А там, который был рожден, здесь сотворен, был совершенным. Он никогда не думал о грехе. Он никогда не исполнял никаких заповедей. Он никогда не грешил. Никогда. Послушай, когда ты перестанешь думать о себе любимом. О том, чтобы стать лучше, своими усилиями прилагая что-то к этому. Не уповая на благодать Божью. Пока не получишь откровения, что ты умер со Христом на кресте. Умер для себя. Не стараешься сам свои планы притворять жизнь. Но, умер для себя. Уже знаешь, что Христос жизнь твоя. И твоя задача одна. Концентрировать взгляд на Нем. И стараться услышать Его голос. Как правило, больше всего и лучше всего постоянно читай Писание. Хотя бы один, два стиха с утра. Прочти, размышляй. Размышляй над ними. Бормочи. Другой перевод. Размышляй, что Бог хотел тебе сказать этим. По-всякому. По-всякому. Слушай. Много различных вариантов, как слышать голос Божий. Мы как-то и к этому время уделим здесь. Но ты и так Его слышишь. Он говорит все время к тебе. Нужно просто заглушить немножко какофонию различных других звуков. Нужно настроиться на волну голоса Божьего. Возоби к Нему, если ты еще думаешь, что не слышишь. Он ответит тебе. Исполняй Его Слово, которое Он даст тебе. И Бог совершит приемлющее обилие благодати. Бог каждый день изливает на тебя обилие благодати. Он не смотрит на... О, я вот не заслужил, а я то, а я сё. Обилие благодати. Все время смотри. Слушай, закрой глаза сейчас. Просто встань сейчас. Закрой глаза свои. Войди в Его присутствие. Он здесь сейчас. Твой Отец здесь. Он жаждет. Он жаждет излить на тебя обилие благодати. Обилие благодати. Обилие благодати. Он даровал тебе уже дар праведности. Это не твои заслуги. Это не ты заслужил. Это не ты самый хороший или лучший других. Нет. Мы все были негодным материалом. Абсолютно негодным материалом. Но Он так возлюбил Бог мир, что отдал. Отдал на крест за тебя и меня. Самого Сына Святого Иисуса Христа. Он отдал и даровал тебе всё. Праведность как дар. Ты уже праведный. Ты точно такой же святой, как сам Иисус Христос. В тебе вся полнота благодати Божьей. Бог любит тебя без всяких условий. Бесконечно. Мы умерли со Христом на кресте. Дабы упразднено было тело греховное. Чтобы нам уже не быть больше рабами греху. И мы больше не рабы греха. Мы ничего Ему не должны. Мы ничего не должны своей плоти. Мы должны только Христу. Только Его любви. Просто сейчас подними свои руки. Представь, что Бог изливает в эти руки бесконечный поток благодати. Своего света. Просто как воронку эти руки подними. Просто представь, как эта благодать льётся во всего тебя. Пронзая каждую клеточку. Входя во всё твоё существо. Уничтожая всякую боль, немощь и болезнь. Представляй, как изнутри текут эти потоки с живой воды. Текут. Они текут. Они у тебя внутри. Они у тебя внутри изливаются. Он Бог всякой благодати. Его благодати достаточно для решения любой твоей проблемы. Просто если у тебя есть какие-то ещё грехи, запинающие, знай, что сейчас они просто растворяются. Уничтожаются его благодатью, его силой. Если у тебя есть какие-то болезни, немощи, может быть, есть какие-то душевные проблемы, зависимости, прямо сейчас я связываю и разрушаю. Сатана! Все твои волшивые, навязанные симптомы, боли, немощи, душевные проблемы, я сейчас связываю и разрушаю. Имени Иисуса Христа ты не можешь устоять. Любой страх, любая обида, любое непрощение прямо сейчас разрушаю. Отверженность! Прочь во имя Иисуса! Нет тебе места в святых, божьих сынах! Они свободны сейчас во имя Иисуса Христа! Просто возложи сейчас руку на своё больное место. возложи руку. Подними другую руку, если у тебя есть какая-то боль в теле. Сейчас наши служители возложат на тебя руку. Может быть, ангел возложит на тебя руку. И вся твоя боль и болезнь сейчас уйдёт. Подними руку, если ты нуждаешься. Чтобы наши служители с вселенным лидерами возложили на тебя руку. Подними руку. Держи, пока не возложат руку. Приняга сейчас через эту руку сейчас Дух Святой возлагает свою могущественную руку. Дух Божий изливай сейчас, изливай свою благодать, свою могущественную силу для исцеления, уничтожающую всякую ерунду, всякую боль, всякую немощь в этом теле. Прямо сейчас, прямо сейчас во имя Иисуса Христа огонь Духа Святого истребляем всякую болезнетворную бактерию, всякий вирус, всякое неустройство во имя Иисуса Христа. Вся боль прочь. Вся боль прочь. Любая болезнь, любой диагноз, разрушая именем Иисуса Христа. Болезнь, ты имеешь имя, которое преклонится перед именем Господа Иисуса Христа. Сейчас, сейчас всякая немощь и болезнь. Прочь! Прочь! Разрушаю! Разрушаю твои действия. Благодарю тебя, Отец. Благодарю тебя, Отец. Вся боль уходит. У кого-то есть психическое расстройство. Прямо сейчас злой дух всякого психического расстройства изгоняю тебя. Изгоняю во имя Иисуса. Изгоняю, разрушаю твои действия на разум. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Сейчас происходит исцеление желудочно-кишечного тракта. Пассажите руку. Господь исцеляет. Аллилуйя. Дух Святой говорит прямо сейчас. Во имя Иисуса. Новая слизистая оболочка. Новая слизистая оболочка. Раны зарубцуйтесь. Сейчас. Вся боль уходи. У кого-то происходит исцеление от панкреатита. Дух панкреатита я связываю, разрушаю. Разрушаю. Вы можете махать рукой, если это касается вас. Или поднять просто ее. Дух панкреатита я связываю, разрушаю. Вижу вашу руку. Прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Прямо сейчас. Всякий дух болезни выходи через кашель, слезы, зевоту. Вон. Прямо сейчас. Вон злой дух. Вон злой дух. Вон через кашель. Вон через кашель. Дух всякой болезни и небащи. Психического расстройства. Душевного расстройства. Зависимость. Вон через кашель. Слезы. Зевоту. Вон через кашель. Покашляйте сейчас Вдохните трижды Вдохните глубоко, выдохните Прямо сейчас Вон через кашель, слезы, зевотов Прямо сейчас Злые духи Немощи Вы поражены, вы лжецы Вы не можете остаться Во имя Иисуса Христа Прямо сейчас У кого-то болит спина Именем Иисуса Христа Прямо сейчас Щитовидная железа у Маргариты Сейчас Бог исцеляет вас Возложите руку На щитовидную железу Прямо сейчас Я связываю Сатана Прямо сейчас Акт чудотворения Акт чудотворения Новая щитовидная железа Новая щитовидная железа Прямо сейчас Зоб уменьшись размером Прямо сейчас Узлы растворитесь Рассоситесь 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 Уменьшитесь Уменьшитесь Рассоситесь Выйдите из щитовидной железы, прямо сейчас под рукой уменьшается, щитовидная железа уменьшается, во имя Иисуса Христа, прямо сейчас, во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа, прямо сейчас, во имя Иисуса, щитовидная железа, прими правильный нормальный разбирок, во имя Иисуса Христа, аминь. Татьяна, зрение, иммунитет Положите руку на глаза Татьяна, именем Иисуса Христа Прямо сейчас, иммунитет Возрасти, возрасти Через эту руку, Дух Святой, Могущественный Действие на тело, Татьяна Прямо сейчас Во имя Иисуса Христа Во имя Иисуса Христа Все части глаза, будьте исцелены Будьте исцелены Прямо сейчас, сила Божья Действует на глаза, действует на глаза Отличное зрение Отличное зрение Вы должны сейчас с закрытыми глазами Если вы молились за глаза Увидеть Увидеть в Духе Увидеть в Духе С закрытыми глазами Что ваши глаза видят отлично Только когда вы увидите В Духе, тогда вы сможете их открыть Прямо сейчас Полностью Во имя Иисуса Христа Благодарю тебя, Отец Я благословляю все семьи Семьи святых Божьих, которые здесь присутствуют И по всему лицу земли Во имя Иисуса Того, что Бог объединил Никто не доразлучил Во имя Иисуса Во имя Иисуса Напрягайте глаза сейчас, пытайтесь увидеть Во имя Иисуса И провозглашайте правильное исповедание Благодарю тебя, Отец За каждую семью Во имя Иисуса Во имя Иисуса Господь, я верю, что ты сделаешь каждую семью настоящей церковью Начатком ее Спасибо тебе, Отец Что в каждой семье Божий порядок Божий порядок Молюсь за семью Артура Благослови, Отец, особенным образом Эту семью Божьей милости Спасибо тебе За то, что в ней будет Божий порядок Божье устройство Мир Процветание И радость в Духе Святом Всегда Настоящее Царство Божье Благодарю тебя Спасибо тебе, Отец Спасибо тебе Молюсь за исцеление Владимира Во имя Иисуса Христа Помашите рукой Во имя Иисуса Христа Владимира Благодарю тебя, я слава Благодарю тебя, я слава За полное исцеление Владимира Во имя Иисуса Христа От макушки головы до пятна Благодарю тебя, Отец Сатана Лжец Он пришел украсть, убить и погубить И украл у Александра документы И сейчас Мы знаем, Отец Ты сказал Что мы Вадим и Духом Святым И ты обязательно проговоришь Александру Где его документы Ты покажешь эти документы Именем Иисуса Христа Духом Святым Как ты миллионы раз Показывал своим святым Где потерянные документы Сейчас Дух Святой Сейчас Проговори и покажи Где эти документы Благодарю тебя Разрушая все дела Дьявола Все, кто что-то потерял Сейчас Вы смотрите нас По интернету Просто обратитесь сейчас Духу Святому А обратитесь к нему Он вам покажет Где ваши документы Где то, что вы потеряли Куда дьявол это унес И сейчас Ангелы Суть Служебные духи Принесите эти документы Александру Принесите то, что кто-то утерял Из тех, кто смотрит сейчас Принесите это Верните назад Во имя Иисуса Христа Благодарю тебя, Отец За то, что ангелы Суть служебные духи Служат нам В силе Могучественные духи Благодарим тебя, Отец Прославляем И прямо сейчас Приготовьте Те, кто смотрит нас Приготовьте свои платки И опоясания Те, кто в зале Можете сейчас Положить их сюда На стол Платки и опоясания Как с тела Павла Мы сейчас помолимся Может быть у кого-то вода есть Или крем какой-нибудь Или мазь Или что-то Вы можете положить сюда Сейчас Мы помолимся об этом Можете положить сюда Карты, кошельки свои Да, я помолюсь за них Потому что Господь Есть Бог Который силен обогатить вас Всякой благодатью Всякой благодатью Бог силен обогатить вас Всякой благодатью И через мои молитвы Много раз Были чудеса Когда люди получали Деньги неизвестно откуда В том числе на карты В кошельки В карманы И даже валюту Других стран И другие благословения Поэтому сейчас Мы молимся Об этом Отец Я благодарю тебя За то, что ты Бог Всякой благодати Ты сам сказал Что у нас не будет Недостатка Ни в чем Ни в чем По твоей благодати Потому что ты Бог любящий Потому что ты Царь наш Ты царь наш Мы твои подданы Мы твои дети И мы знаем точно Что царь всегда Обеспечит всем Без всякого сомнения Мы не сами Не своими усилиями Но ты Ты только Господь Есть источник Наших благословений И мы верим Совершенно точно Что ты явишь Свою благодать сейчас По своему могуществу И богатству Ты силен Отец Мы верим в это Спасибо тебе Отец Спасибо тебе Отец И сейчас Я молюсь Сначала за платки Отец Благодарю тебя Мы это делаем На основании Деяния 19-12 И в нашем служении И день Петра работает И все дары Работают И в том числе Вот этот дар Молитва Через платки И вот крема Могу сказать Что много свидетельств Когда люди исцеляются Даже от таких вещей Как грибок Экзема Простатит И Каких только болезней Не происходит В смысле Не исцеляется Через приложение Этих предметов Потому что Бог Есть Бог любви Если вы не можете Сейчас Быть в церкви Если вы где-то в больнице Тем более Или вы Лежите и болеете Вы сейчас встанете Во имя Иисуса Христа Если кто-то Сейчас Сейчас Во имя Иисуса Я возлагаю руки На каждый из этих предметов Во имя Иисуса Да Пожалуйста Брат, сестра Подойдите Помогите мне Возложить руки Имя Иисуса Христа На основании Деяния 19-12 Так что Плотки Опоясания С тела Павла Возлагали на больных И они исцелялись От всех болезней И все Песы уходили С каждого больного На которого Возлагали Плотки Опоясания С тела Павла И точно так же Господь Ты работаешь сейчас Мы твердо верим Ни грамма Ни сомневаясь И видели массу свидетельств Когда возлагаются Такие же предметы На больных сейчас В наше время В любых условиях И они пьют воду Или Мажутся этими кремами И уходят Любые заболевания Мы верим точно Господь Ты знаешь На кого будут возложены Эти предметы И ты знаешь Кому явить эту благодать Для спасения Явишь Явишь спасительную благодать Через эту благодать Ты приведешь Каждого В покаянию Спасибо тебе Отец Что ты могущественно Будешь действовать На каждое тело На каждую душу И возродишь Каждого человека К своему спасению К своему царству Приемлющие Обилие благодати И дар праведности Будут царствовать Посредством Единого Иисуса Христа И мы уповаем Только на Господа Не на какие-то Свои усилия Возможности Особенность Нет Только Христос Только вся честь Слава и хвала За возложение За исцеление Каждого человека Будет только Христу Именно поэтому Мы молимся Командой Спасибо тебе Отец Спасибо тебе За то Что ты сейчас Являешь Также Своё могущество В разрушении Всех долгов Каждой Благословенной Божьей семье Сейчас По всему лицу В земле Именем Иисуса Христа Силой Божьей Я разрушаю Все долговые Обязательства Которые Сатана Навязал Или люди По глупости Своей Оказались В таких Долговых Обязательствах По искушению Может быть Господь Мы взываем Они Вопьют К тебе Сейчас Как вот Эти Израильтяне Которые Устали жить Под мальчикянами Под мальчикянами Они устали Уже без тебя Господь Они больше Не хотят Жить В этом Аду Они хотят Жить по голосу Божьему И сейчас Мы разрушаем И связываем Все Все долги Аннулируем Аннулируем Долговые Обязательства Аннулируем Во имя Иисуса Разрушаем Прямо сейчас Прямо сейчас Господь Спасибо тебе Во свидетельство Своё Если Господи Люди Законно Что-то Должи Яви свою Милость и благодать Яви свои Финансы Тем или иным способом Так чтобы На законном основании Были разрушены Все эти долги Если есть долги Банкам Действительно Законные долги Господи Яви свою благодать Изыщи источники Чтобы эти долги Были погашены Или банки Самостоятельно Приняли решение По твоему водительству Избавить Избавить От этих долгов И аннулировать Эти кредиты Господи Верим Что ты Могуществен И ради Имени Своего Ты явишь Свою благодать Каждому Кто нас смотрит И молится Сейчас Боже Пусть эти деньги Твои деньги Ангелы принесут Наличными Или положат Их в карманы Или в постель Или Господи На карты Или Какие-то Перечисления Будут им Боже Любым способом Яви эту свою Болю Спасибо тебе Верим Что Масса свидетельств Будет О том Что ты совершишь Покажешь Ты покажешь Господь Явишь Свою силу Своё благоволение К своим детям Благодарим тебя Отец Благодарим тебя За твой мир И покой Благодарим тебя Господь Что наша страна Спасена Мы верим В то Что ты Имеешь Свою благодать Для спасения Всех царей И правительств И тех Кто управляет Нами Господь Ты поставляешь Всех И ты Низлагаешь Господь И ты Благоволил К нашей стране Ты наделил Её самой большой территорией С самими большими богатствами И прекрасными людьми И мы верим Что все Спасены Благодарим тебя И прославляем Твое святое имя Наш великий Бог Отец Сын Сын И Дух Святой Аминь 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 Узнадим Нашему Господу Хвалу За все Чудеса Которые Он явит И вы уже Сейчас можете Проверять Свои карты Свои карманы Вы можете Сказать Уже сейчас Какое-то Свидетельство Может быть Кто-то Получил Исцеление Или освобождение Кто-то Получил Может быть Слово От Господа Кто-то Получил Пожалуйста Подойдите Засвидетельствуйте Скажите Что Бог Вам Проговаривал Что Он хотел Вам сказать Или что-то Вы может быть Почувствовали Пожалуйста Засвидетельствуйте Если у вас Есть свидетельство Не связняйтесь Или мы вам Микрофон Прямо Руки дадим Дайте микрофон Который Да Вы можете Сюда подойти А вас Как звать Кожа смела Настя Слава Богу За Настю И за вашу красавицу София Я благодарю Бога За то что Я сегодня Приехала Вот сюда Вот И у меня Поляло Получиться Вот И когда я Приложила руку Я сразу Почувствовала Что боль ушла И вот Кто-то из сестер Приложил на меня руку И я ощутила Что прям Мурашки по телу Пробежали Да Мурашки по телу И вы почувствовали Да Боль ушла Боль ушла А почему Вы считаете Что это сестра Положила руку Нет Нет Я положила руку Как бы Я вон Из заселения Да И вы сказали Руку положить Так Я положила руку За вас Дух святой мне посылает Какая-то проблема У вас была При родах Или после родовой Период Что-то какая-то проблема Ну проблема была Но только не после этих Я же не говорю Именно после этих Да Дух святой говорит Дух святой говорит Что такая проблема была И он сейчас вас исцеляет Возложите руку Как-то Мы уже возлагали А ну все Слава Богу Слава Богу Да Господь уже исцелил Да Ну вот Видите как точно Дух святой говорит Да Проявление дара Слова знания Это естественно У нас все дары Проявляются И у всех служителей Поэтому здесь нет Особенных пламазанников Здесь просто Церковь пламазанников Да Иисус Христос Да Глава Церкви Поэтому Вся слава Турбине Я хотела бы Пояснить Ну у нас пять детей Вот Оооо Давай Раздай Слава Богу Слава Богу У меня тоже пять детей Вы поравнялись Но вы моложе У вас еще все впереди Они еще планируют И еще пять Еще пять Ну там насколько Господь Слава Богу Да Я просто хотела сказать Что все пять родов Идеально проходили Все замечательно Но когда я родила Вторую девочку Для меня это была Ну как бы Такая психологическая травма Я не ожидала Как бы Ну все хорошо было Но вот последствия Были очень трудные И очень долгие Я не могла Как бы наладить Контакт с ним Вот И сейчас Господь все это Истину Браво Слава Богу Аминь Вот посмотрите Как Дух Святой Совершенно точно сказал Чтобы была у вас Проблема при родах Да Понимаете Проявление Слова знания Дух Святой Хочет нам говорить Он говорит Разве я что-то скрою От моего друга Авраама Нет То что нужно То что важно Для нас Он никогда не скроет Ага Смотрите Она сказала Что у нее Все роды Пять Это же вообще Редкость Чтобы женщина Пять детей И не было Никаких проблем Но один раз Была Да Проблема И вот Дух Святой Сказал Именно об этом Мне Вот что-то Значит важное В этой ситуации Еще Какое-то продолжение Да Я очень долго Не могла От этого освободиться От этих последствий Меня очень Мучила сильно Вот эта вот Вся ситуация Вот именно После родов И Господь освободил Да Освободил уже Слава Богу А когда Ну я думаю Что сегодня Это пришло окончательно Наверное Слава Богу Аллилуйя 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 Хорошо Слава Богу У меня очень много Свидетельств На самом деле Насчет моих детей Когда мы Возлагали руку И дети исцелялись Буквально там Через пять минут Или вот сразу Вот И вот С младшей Можно да Коротко засвидетельствую С младшей Тоже было Такой У нее был Забит канал Слезный И слеза стояла Слеза стояла В глазу Вот И Господь Через свой сосуд Сказал Что я сам Исцелю И сам поставлю Диагноз Вот И мы начали Молиться За исцеление И как бы Я смотрю А исцеления нету Слеза стоит Глаз гнается Уже Как бы На операцию Надо делать Три месяца Уже Сейчас Уже Шестой Начался Вот И мы Молились за исцеление И потом И потом Я поняла Что Это надо Изгонять Вот И я начала Молиться Именно Что В Иисусе Христа Я приказывала Сосуду Ну Вот Этому Каналу Открыться Вот И раза Три Наверное Я так Делала На протяжении Трех дней И потом Я обратила Внимание Сложив Что Глаз Сухой Потом На следующий день Опять Сухой И еще На следующий день Сухой И как бы Я в церкви Тоже Объедала И вот Сегодня Уже Ей Пять Месяцев Шестой Хотя Вот Мы Операцию Уже Назначили 20 февраля Операция Была Назначена Но Мы Не поехали Туда Слава Богу Друзья Это Так Здорово Быть Вадимым Духом И Доверять Господу Посмотреть Какая Ситуация А могли Быть Сделать Операцию Там Неизвестно Что Произошло И так Вот Мы знаем Много Тех Кто На самом Деле Делая Операции Кучу Я Не Против Операции В принципе Я За Водительство Духом Святым Слышите Поэтому Если Дух Святой Вам Скажет Сделайте Операцию Сделайте За Водительство Духом Святым Далеко Не Надо Убирать Сейчас Сестра Людмила Выйдет Сюда Скажет Да Хочет Выходи Как Радостно Что Во-первых Молодые Девушки Сейчас Сейчас Многие Рассуждают Так А я Не Хочу Детей Молодые А вот Эти Пять Уже Еще Пять Хотят Слава Богу Чудо Аллилуйя А вот Она Ушла Но Муж На Раз Здесь Помашите Рукой Я Напоминаю Вам И Вот Всем Кто Смотрит В свое Время Мы проводили Эксперименты Вот Там В своей Церкви По-моему Сверхъестественные Роды Книжка Называлась Сверхъестественные Роды Я учил Вот По этой Книжке Где-то Она У меня Есть В электронном Виде И Вот Мы Учили Людей У Одной Девушки У нее Два Раза Она Рожала Мертвые Дети И Она Боялась Что Снова Будет Мертвое Дитя Я Ей Помолился Сказал Все Ты Родишь Здорового Ребенка И Родишь Легко И Вот На протяжении Года Пока Она Там Ходила Ей Болезно Иначе Все Точно То Самое Будет Но Мы Ей Сказали Мы Верим Что Все Будет Нормально И Мы Ей Служили Все Это Время Ей Постоянно Врачи Взяли С нее Расписку О том Что Они Не Отвечают За Мертвое Дитя И Прочее Прочее И В Конечном Итоге Она Пришла И Все 15 Минут И Родила Блестящие И Вообще Полностью Без Боли Абсолютно И Потом Следующий Раз Так И Потом Ей Сестра Также Родила И Вот Как-то Мы Так От Этой Практики Ушли Потому Что Много Разных Чудес Бог Творил Ну Я Советую Вам Всем Кто Собирается Рожать Пожалуйста Давайте Возобновим Эту Практику Что Вы Рожали Без Боли Потому Что Мы Уже Рожать Из Боли И Без Всяких Плохих Последствий Аминь Да Благословенная Сестра Пожалуйста Я Благодарю Бога Давай Вот Чтоб Тебе Благодарю Бога Что Я В Этой Церкви Что Я Слушаю Ваше Слово Вот Вы Сегодня Проповедовали Я Значит Слушала Очень Внимательно И Думаю Вот Точная Марфа Везде Лезу На барабан Я Лезу Варить Я Лезу Туда Я Лезу И Думаю Я Марфа И Вот Мне Прям Дух Святой Говорит Не Марфа Ты Вот Прям Я Слышу Голос Бога Говорит Никакая Ты Не Марфа Вот Говорит Ты Придешь Домой Ты Вот Эту Проповедь Пастора Ты Должна Ее Так Распространить Чтобы Много Много Людей Слышало Вашу Проповедь И Что Бог Вот Через Вас Говорит Это Прям Мне Дух Святой Сказал Так Что Я Никакая Не Марфа Друзья Точно Вот Она Одна Из Тех Кто Точно Слышит Голос Божий Много Раз Свидетельствовал Об Этому И Бог Настолько Прославляется Вот Все Что Она Сказала Представьте Сколько Лет Назад Не Так Много Умирать Собиралась А Сейчас Так Много Делали Мало Того Что На Веду Со Всем Что Делала Раньше Взяла На Барабанах Садиться Играет И Прославляет Господа Все Что Она Еще Говорила Пироги Печет Сюда Носит Чего Только Не Делает Но Самое Главное Она Сама Захотела Научилась В соцсетях На Компьютере Она Организовала Нашу Страницу Там В Одноклассниках Через Эту Страницу Она В сотни Групп Разных Там Сама Скажет В законе И Кого Только Там Нет Распространяет Наши Проповеди И Она Уже Она Это Все Она Уже Добилась Что В неделю По Тридцать С лишним Тысяч Людей Смотрит Восемь Тысяч Прошлой Проповед Вперед Да Тридцать Восемь Тысяч Людей Посмотрели Проповедь Представьте Сколько Благодати Она Несет Людям Чтобы Они Вышли Из Этой Тюрьмы Религии Это Ее Служение Я Вас Уверяю Когда Она Будет В раю За Ней Будет Бегать Топы Вот Этих Людей И Кричать Ну Какая Мария У Нас Ну Какая Мария Это Все Происходит Потому Что Она Слышит Голос Она Слышит Голос Божий И Она Делает То Что Бог Говорит Разве В Это Время Казалось Ей Лучше Лежать Ну Хотя Б Какой Ни Санта Барбару Смотреть Можно Еще Можно Еще Говори Я Вот Как Попала В Эту Церковь Я Телевизор Смотрела Ночами И Днями До Церкви Я Смотрела По Пять Шесть Сериалов Потом Ночью Под Утро Думаю Это С Какого С Все Перемешалось Мне В Голове Вот Ты В Церкви Была Уже Перейдов И до Нашей Церкви Но В Других Церквях Ты Была Была Да Ближе Вот Все Учись На Барабанах На Учись Была В Других Церквях Где Молились Молилась Просила Господи Прости Господи Помилуй Каждый День На Колени Просила Прощения О благодати Я Вообще Ничего Не Слышала Пришла Сюда Когда В церковь Вы говорите Иван Михайлович Вот Благодать Я думаю Что он Несет Вообще Что Такое Несет Что Мы Святые Мы Праведные Думаю Вообще Такого Слова Даже Боялась Как Я Праведная Думаю Один Бог Праведный Он Такое Говорит И Мне Еще На Домаш Благодать Благодать И вот Она Говорит Я говорю Я так боюсь Я не знаю Я так бою А вдруг Меня Лепарализует Что я так боюсь Потом Лежать Одна Кто за мной Ухаживать будет А я не боюсь Я знаю Что Бог Не допустит Никогда В моей жизни Чтобы я лежала Вот мы с ней Переписываемся Все И вы представляете Захожу на ее страницу И дочь пишет Молитесь за мою маму Ее тоже Людмила И она Парализован Я думаю Вот это Бог Вот она И не боялась Она говорила А я Не боюсь У меня не будет Такого Она парализована Она лежит Мы молимся Я сразу Сузанне говорю Сузанна Вот такая Давай Прямо С этого дня Молимся И мы начали Молиться За эту людню Дочь пишет В сетях Со всеми Общается Пишет Маме плохо У мамы Начали в мозге Ну как бы Отмирает Отмирает Клет Все Она никакая Ближе А мы все равно Молимся Мы молимся Сузанной Молимся И вы представляете Вот такое чудо Человек Который уже Не разговаривает Не ходит Лежит И Бог Слышит наши молитвы Отвечает на эти молитвы И она Встает Все у нее С головой Хорошо Все у нее Это Она В церкви Тоже И проповедовала Она И Домашнюю Вела Она Группу И вот Она Возвращается В церковь Совершенно Исцелена Слава Иисусу Совершенно Исцелена Я даже Сузанне Послала Фотографию Какая она стала Вы знаете Какая она стала Красивая Она Молодая стала У нее Полностью Она изменилась Полностью Она такая Красивая стала Я вообще Я вот хочу Вот это все Свидетельство Выложить В соцсети И даже ее фотографию То И после Это вообще Просто Произошло чудо Вот молитесь Молитесь Бог слышит молитвы Второе Мы в сетях Так же В сетях Мальчик Данил Сломал позвоночник Просят молиться Мы начали молиться Лежит он Не движим Все Не ходит И Врачи сказали Навряд Мы молимся Мы молимся Мы молимся И на днях Мы получаем Я от отца Получаю Что отец пишет Спасибо тем Кто молился Данил В церкви Уже служит Уже Танцует И прыгает И прославляет Бога Это второй человек За которого Мы молились Следующая Людмила У нас тоже Еще одна Людмила Она с Украины У нее У нее рак 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 кишечника Все Мать умерла От рака Она хоронит Мать Хоронит своего отца Все от рака Умирают И последняя Она радует Дочь Она на два года Младше меня Мы за нее Молимся Молимся Она Все Она уже Ну решила Помирать Все Мы молимся 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 И она мне Пишет В сетях Я Уже в сетях Она сидит И пишет Мне Намного Стало лучше Сейчас Она их Праздниками Уже Поздравляет Это Что значит Бог Слышит Молитвы Молитесь Молитесь Столько Вообще Чудо Происходит Аминь Слава Богу Спасибо За Ваши Слава Богу Брагоценная Сестра Вообще Вы Нарушитель Закона Ну что Это Такое Вы еще Без Дану Неделю В циркви Начинаете Молиться За всех Кто Вам Право Давал Вас Рукополагали Кто Вам За всех Подряд За весь Мир Иисус А Иисус Он Брагоценная У Благодарки Все Божем У Иисуса Все Божем Без Рукоположения Слава Богу Чудесное свидетельство Молитесь Бог Слышит Молитвы Нашей церкви Все Должны Так Служить Видите Вам Пример Все Все У Нас Нет Звезд У Нас Есть Супер Звезда И Только Он Достоин Слова И Аминь Аминь Слава Богу Кто У Нас Следующий Пожалуйста Слава Богу